здравствуйте дорогие теле и радиослушатели или зрители лёля наконец-то созрела до своего химичения то бишь сварить на основе золы мыло вот здесь у меня зола которая почти год стояла ждала своего часа а тут у меня отвар розы хочу с химичить потому что вообще-то там воду кладут потом что-то добавляет а я хочу сразу залить эту золу вот этой вот розой ну тут у меня два бутылька на самом деле у меня литр этой отвара этой розы не знаю хватит ли вот этих бутыльков если не хватит то долью еще тут у меня весь висики мои весы чтоб я потом узнала сколько это зал и было хотя бы примерно вообще все делать буду на глаз ибо много информации прочитала но что-то конкретного точного пока не обнаружила поэтому решила на глаз еще помню мне однако что год назад дело она делала на воде и она где-то час варил это все действие потом уже добавляла какое-то масло животный жир она очень не хотела насколько я помню она добавила какой-то по типу вот такого я выбрала из тех масел что у меня есть и по объему нормальных все-таки решила касторовая взять потому что облепихового мало миндального тоже не очень а персиковая что-то мне не хочется вот так видео я буду сшивать на этом пока учим я переехала на кухню костюлька в которой мне разрешено химичить так сказать она у меня тут от розы как раз покрасилась видимо уже на веки вечно она даже запаянная хорошую кастрюльку не жалеет для моих экспериментов я сейчас думаю взвесить кастрюльку узнать сколько она весит а потом уже пересыпать мне вот это ну и узнаю сколько она весит в кастрюльке и отдельно на этом пока все как мы видим из моих каракуль у нас тут вышло 104 грамма ну стала тут не совсем качественная точнее не процежена не просеянная даже угольки присутствуют уж такую мне подарила родня надеюсь потом если все удачно сложится деревне в это лето еще побольше наберу вообще можно было бы набрать у женьки но женька тут меня как-то усиленно игнорит посему так еще раз пока выключаюсь по 400 миллилитров это на тут процесс у нее такой интересный причем заметьте и даже не трогаю не мешаю а вот роза пахла розой все 1 200 миллиметров подозреваю надо все-таки еще один бутырек сходить взять но я еще одну бутылочку была здесь роза достал свою любимую палочку помешал остыцов на и все-таки даже если блин год очень сильно комом у меня почти 200 миллиметров ну конечно крючку открутить нормально но одной рукой как-то не очень удобно вот мне и пригодилась моя слегка подпорченная неправильно сушеная прессованная роза на самом деле есть еще одна прессованная роза как оно прикольно булькнет и но а и вот и и и и все это действие буду ставить на газ и как сказано около часа надо варить иногда помешивая кипит кипит наша месила варится уже 10 минут еще 50 осталось думаю стоит немножко помешать когда она дошла до кипения газ убавила еще там должно прилично выкипить воды судя по всяким различным разнообразным интернет рецептом нас уже полчаса с хвостиком потемнело и воды откипела сломалась сейчас слегка помешаем кстати пахнет травкой почему-то хотя вроде должно розой вообще не помню еще конкретно это зола было но то что и спички в деревне туда даже немножко сеном таким пахнет и массы нам не стало варилась она час и пять минут сейчас я его выключу и она слегка постоит вот что у меня получилось тоже слитые остатки тут капельки какие-то еще осталось всякие угли я уже откидывала сидела через это ситечка ну и вот эта хрень у меня там осталось конечно надо бы взвесить это как-то но я попробую перелечить стакан стеклянный посмотрю сколько будет получилось у меня где-то на полтора стакана ну свечку я привела класса бы потому что это 4 день жгу я решила что тут где-то около 400 миллилитров на посему полноценная баночка вот этой хрени масло касторовое масло думаю пойдет как раз вот с этим всем сейчас я помою по сутку а потом продолжу свое мало варенье на всякий случай я решила это счастье процедить не это думал осадок будет вот здесь на хитичке но осадок остался вот здесь такая вот грязная масса вот можно даже погадать на этой гуще то же самое постигла и второй стакан только здесь осадка было меньше а еще все таки сидя лучше не наливать потому что он какие-то мозги у меня растекшиеся получились кстати она салфеткой хорошо впитывалась не знаю как сейчас будет но он упитывалась салфетку и никакого пятна на старе не оставалось когда до этого была маленькая пятнышко мне как-то копно не знаю как получится сейчас я вторую салфетку беру тут меня допинг и бы чё-то от этого процесса хочется есть не меньше чем перевода или редактор я решила еще раз подсадить уже через другое ситочка тут почти ничего нету сейчас я процежу во второй стакан осталось здесь вот у нас второй стакан я думаю что она все таки если была вода было бы более прозрачная ну так как я использовала отвар розы то естественно вышло именно так и на как у меня одной рукой получится все это делать вот не зря я все таки процедила тут еще есть какой-то осадок запомни как обычно дрожат придется теперь это еще раз помыть прежде чем приступить к смешиванию с маслом у нас немножко осталось совсем чуть гадости какой-то вот столько у меня масла кастрюрова я его перевела в стаканчик ну и снова поставила на газ свое месиво честно отсюда варил правда уже сомневаюсь что мне выйдет именно то что надо но дольше варить чем час то месиво которое до этого было было бы бессмысленно ибо там уже все что можно выполнять в результате осталось бы просто сухой остаток сейчас она вот такой у нас уже варится около пяти минут я вот сначала мешала деревянной палочкой но и не очень удобно поэтому осталось мешать уже деревянной ложкой у меня осадок от палочки смывается на смысле удаляются важность бумажной салфеткой действительно очень хорошо на все у меня тут впитал это бумажная салфетка и ничего не оставила сейчас пойду соображать какое эфирное масло сюда засунуть и достану формочки очень надеюсь эксперимент удастся кипит кипит жуткое месиво наверное все таки надо было не на отваре розы делать а на воде но я уточнила сейчас в интернете все таки касторовое масло но действительно для мыла пригодно осталось мне где-то 8 минут варить этот ужас и решила я добавить туда выбрала эфирки более менее друг с другом сочетающиеся чем тут у меня лаванда мята и роза я взяла коробочки баночки то есть подкаются маски какой-то а ивановка тут какую-нибудь из них не знаю подойдет не подойдет и а тут даже два кружочка кексики батарея у меня садится надеюсь ее хватит свечка тут у меня уже новая так вот я снова пытаюсь это снять и почему у меня нет третьей руки ты в каком-то мультике про вампиров сначала накапаю мяты чем тут 3 капли мяты вообще но у меня несколько затуманивается поэтому она просто потом перечислить у судака по всего варится буквально две минутки чем я положила сюда и капли эфирного масла мяты 5 капель эфирного масла роза и 6 капель эфирного масла лаванды теперь она более-менее приятно пахнет паху сначала травы касторкой теперь чем таким вкусным все три трое вместе сошлись и тут порядочно выкипела мне кажется этой воды все уже несколько забыла рецепт вообще симбиоз рецептов которые прочитала в интернете всех этих опытов я думаю можно уже это выключать дать ему чуть-чуть остыть и потом переливать у меня веревочка вылезла выключила она все еще чуть-чуть под закипает странное странное месиво все читала что можно положить глицерин на решил пока не экспериментировать к лицерином что я вообще не очень смутно представляю чем не выйдет что у меня вышло в итоге такая грязная кастрюлка с неведомым насадком хотя вроде уже все что можно процедила сначала не слилось вот эту мисочку я решила все-таки силиконовой взять что-то по типу масла а потом у меня уже все вместе какая-то непонятная жира конечно она была наверно в ту коробочку лучше полить манку ибо хрен знает сколько мы теперь стоять и как это сдвинуть и так чтобы бабуша у меня не пришла и не с руки у меня растут из одного места если не так он всем потом когда она мне чуть затвердеет я наверное отдельно это засниму даже если она не затвердеет засниму в любом случае если вам было интересен этот просто эксперимент ну то я рада наверно но и до новых встреч пока